Добрый день, дорогие наши участники, коллеги. Напоминаем, что мы в рамках РСПП регионального отделения начали такой курс лекций небольших по часу в помощь к бизнесу, где мы встречаемся с профессионалами, практиками. Отвечаем на ваши вопросы. Два мероприятия у нас уже прошли. Первое было посвящено субсидиарной ответственности, второе налоговым проверкам. Но сегодня у нас тоже субсидиарная ответственность. Я хочу, чтобы вы как бы оценили, если сложится сложная ситуация, кому из профессионалов обратиться. Сегодня я напомню, Светлана Климова, консалтинговая компания «Консенсус». Мы партнеры именно РСПП, которые работают с регионами. И в рамках помощи я приглашаю своих партнеров. Сегодня у нас юридическая компания, адвокатское бюро, входит в десятку лучших по России деловой фарватер. У них отличные рекомендации. Знаете, в штате 50 юристов. Это уже о многом говорит. Они помогают и по сопровождению налоговых проверок и решению вопроса с уголовной ответственностью. Ну, проверенные люди, я рекомендую вам послушать. Сейчас у нас будет спикер Захаров Евгений Владимирович. Он кандидат юридических наук. И мне очень его презентация как бы впечатлила. Я думаю, что у вас тоже вы поймете, что это настоящий профессионал и можно к ним обращаться. Евгений? Так, Светлана, спасибо за такое лестное представление. Вот. Хотелось бы сразу уточнить по техническим моментам. Слышно ли меня сейчас? Мне слышно. Видно, слышно. Отлично. Так, и сейчас мы подключим графическую демонстрацию, которая будет демонстрироваться на протяжении нашего разговора. Также хочу обратную связь, что данная демонстрация секундочку, так же, так же видна. Да, демонстрация видна. Коллеги, для всех участников большая просьба не включать демонстрации по ходу семинара, а то может выбить организатора. Спасибо большое. Да, буду благодарен, если мне дадите возможность мою демонстрацию держать на головном экране. Вот. Ну, в таком случае, наверное, приступим. Уважаемые коллеги, большая просьба ко всем. участникам нашего разговора выключить микрофоны у себя на момент, пока сейчас будет идти как бы основная часть повествовательного выступления, потому что, когда идет несколько каналов разговора, происходит сумбур и спикера не будет слышно. Спасибо. Так. Ну, в таком случае, если все готово, можем приступить. Вот. Сегодня я хотел бы поблагодарить организаторов за возможность поговорить сегодня на тему субсидиарной ответственности и в контексте защиты активов в случаях привлечения к ответственности. Говоря о субсидиарной ответственности, ну, нужно сразу ободнать значимость этой темы. Вот. По сути, субсидиарная ответственность, она в той или иной мере может коснуться абсолютно каждого. Каждого из нас, каждого управленца в компании, каждого собственника бизнеса. Тут практика и законодательство развиваются таким образом, что, в общем-то, застрахованных лиц в текущей ситуации нет. Вот. И идеальных механизмов защиты от субсидиарной ответственности также не существует. Вот. Рассматривая этот вопрос, мы должны исходить из нескольких правил. Они сейчас у нас в качестве таких крылатых фраз продемонстрируем на экране. Правила простые, но, тем не менее, очень актуальные. Первое – это готовь сани летом, лучшее лечение – это профилактика. И, как я уже сказал, панацеи не существует. Когда мы говорим о том, что готовить сани летом, речь идет о том, что первым этапом подготовки своего бизнеса и своих активов к потенциальной защите от субсидиарной ответственности является знание. Знание, как говорится, не рюкзак за спиной. Вот. Чем больше знаний потенциальное лицо, чем большим объемом знания оно обладает до момента привлечения к субсидиарной ответственности, тем в меньшей степени оно этой ответственности может быть подвергнуто. Вот в рамках этого первого правила мы с вами и осветим, что из себя, прежде всего, представляет этот институт субсидиарной ответственности. Как я уже говорил, к субсидиарной ответственности может быть привлечено в соответствии с действующим законодательством и судебной практике практически любое управленческое лицо, либо собственник бизнеса. Вот. Сама по себе субсидиарная ответственность при банкротстве, как обозначена наша тема, она, естественно, наступает в рамках процедуры банкротства. Вот. Процедура банкротства и ее инициирование на текущий момент также абсолютно упрощено для того, чтобы в отношении организации должника, а мы будем говорить, прежде всего, об организации должника. Чтобы привлечь ее, возбудить процедуру банкротства в отношении должника, в принципе, достаточно задолженности более 300 тысяч рублей, и чтобы данная задолженность была прослужена и, соответственно, не выплачивалась более трех месяцев. Таким образом, на текущий момент сама по себе подача заявления о банкротстве, она является распространенным механизмом получения долгов с организации должника, если та добровольно не платит в рамках исполнительного производства. Такое бывает, что взыскатель не может обнаружить счета, имущество, он подает заявление о банкротстве не с целью провести эту процедуру до конца, да, и полностью об банкротстве именно, а стимулировать должника, изыскать средства и расплатиться по текущим долгам. И такая тактика, она, в общем-то, достаточно часто срабатывает и практикуется. Что же самой по себе представляет субсидиарная ответственность? В самом упрощенном виде это юридический механизм, который позволяет переложить долги компании на физическое лицо, которое данной компанией руководит, владеет или иным образом контролирует. Редактор субтитров А.Семкин